солнце начинает только подниматься посмотрите как парит большая река она еще открыта естественно здесь течение мощные глубины и вода еще теплая противоположного берега вообще не видать все в плотном тумане в пару вообще ничего не видать такой темная плотный пар не видать ничего посмотрим какой у нас лед понятно сантиметра три три с половиной чуть-чуть бы еще в сантиметр и все до хотел я сегодня на лед выйти он так вода выходит трещины смотреть черепаха подо льдом черепаха поползла рыбка так бегать я видел окуньков но здесь мелко надо дальше идти я сейчас лед прозрач ничего не поймаешь опасно опасно всем еще опасно пойду проверю еще одно место посмотрю но там навряд ли там течение большое тому может быть хуже скорее всего здесь вот закрытый водоем здесь самый первый лед стоит а рыбка гуляет рыбку видно но здесь мелко надо чуть дальше уходить на середку середка лет прозрачный а вокруг такая красота ветра нет все сверкает растения покрыты инием реки еще поряд потому что мороза то нету сильного только он начался можно сказать все белое кругом ну да здесь как и предполагал ледок то есть но ведь все в планьях он вообще здесь слабый здесь течение небольшой на этом ереке вон видите как все замерзло лаком то замерзла вот посередке полонии ну и здесь сто процентов не выйти на лед какая вода кстати прозрачная подо льдом она мутная была в ноябре но в середине когда еще льда не было здесь сразу здесь сразу вот он смотрите вот два сантиметра всего лишь закрытых как бы покрепче лед да не хватает мороза не хватает вот смотрите заметил на том берегу вынырнула ныряет постоянно норка она рыбой питается не только рыбы разными организмами она бегает хороший знак опа красавица всем привет сейчас увидели кадры которые я снимал 18 ноября когда вставал первый лед несколько дней с утра было минус 9 вот в этот день 18 было минус 11 я думал лед встанет но он такой еще тонковатый был три с половиной сантиметра опасный думал на следующий день точно выйду на лед ночью уже было минус 5 а утром я проснулся и просто вышел на улицу лил дождь была плюсовая температура естественно ни на какой лед я не вышел и вот сегодня 4 декабря как видите морозом и не пахнет реки открытые тепло днем до плюс 13 14 наверное сегодня вот тучки нависшие на первый лед так и не получилось выйти настроения вообще не было и только через неделю где-то 25 ноября мы с товарищем решили выйти на охоту на моей лодке думали по-быстрому внизу уйдем я первый раз хотел там поохотиться лодку загрузили полную там чучела ружья мы вдвоем палатка печка с ночевкой собирались и лодку меня на глис не вышло на глиссирование не она какая гладь на реке так широко здесь прям хорошо ладно пойдем садись вот так она больше не выходит то есть она обычно идет где-то в одного я иду 40 километров в час вдвоем так где-то 37 когда мы вот женой ходили а это вообще 22 на 24 максимум километра в час очень долго шли спалили полностью бак бензина пока дошли это дальше хотели уйти то есть расход очень большой получился по времени потому что медленно шли и у нас была собой всего одна канистры 20 литров вот ее залили и решили уже дальше не идти нашли место интересное сейчас уровень воды очень низкий и на низах вот где на раскатной части обмелели берега там острова появились вот удалось поставить палатку нам печку снарядить зашли в раскатную часть вот видите уже раскаты там вообще не видно края горизонта вообще ну море там все море он смотрите ударка идет вдалеке как будто прямо по воздуху видите вообще ну то есть не видно дальше чё там весь море просто море открытое вон там лебеди что сидят в общем вот моя палатка зимняя печка сегодня будем ночевать здесь утка летала утка вроде бы была на основном нырковая мы сначала пошли туда в раскаты дальше но негде было встать потому что не было высокого камыша прятаться и мы ушли ближе к выходу где и поглубже немного да вот эта ширина просто нету горизонта не видать вода полностью далеке все вода но утка кружит она здесь все кружила но идем пока идем найдем до тех на тысячи толпе сидят нужно канал такой глубокий да удивительно вон какой миляк поток бешеный скорость потока ведь имель какая вода прозрачная прозрачная ну да вообще с слишком скорость течения вот 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 красота смотри сколько можно да это хорошая до ныряет смотри нырковая тоже вот здесь с этой стороны оставить лодку самим пешком туда уйти там бросить пацан давай давай попробуем да наута миляк хорошо что не глина а песочек все открываем нашу арнию оба красота когда теперь запутанного какая система до интересная человеке да я ничего тебе мешать не буду я прям раскидываю в общем везде лодку у нас не болотоход обычный мотор тяжело конечно течение сильное дают как говорю здесь постоянно сидела мы решили вернуться здесь палатка недалеко стоит принципе все он можно наблюдать следить за всем он антон своих гусей выставляет на веревке вот так вот они стоят лодку сухой травой вот так накрыл тоже не видно это чучело у меня запутались в общем красота есть первая ее не унесет еще не успел здесь расположиться хотел камеру поставить сбоку тут же налетела со второго взял неудобно было сверху прям летела есть первое чернить смотри сбоку еще две да вижу антон только что 2 взял с его стороны зашли чернить хоть маску успел одеть а до этого утку стрелял вообще в шапке сидел в черный нормально ох как красиво здесь скоро закат будет тройка заходит тройка села впереди за тебя но бывает бывает нет не видел да я на солнце мне плохо видно да тут двух выстрелов две взял а сейчас когда расставляли чучела утка прям хорошо летала лодку замаскировал в это время уже стали на точке там невысокая такая растительность но прятаться можно было и несколько налетов первых добыли уток и потом просто тишина вот как только встали 4 штуки взяли и все на этом переночевали отлично хорошо дрова с собой взяли утром был мороз прям все покрытые ним и ветер поменялся и ветер стал в лицо сильный ветер и там где мы стояли я почему-то прогноз не посмотрел обычно прогноз всегда смотрю до утра погодка не радует мороз вся лодка вы не все замерзшие как тебе палатки было хорошо с печки спичка было очень уютно и вот уже рассвет все выходим ветер сегодня в лицо ее мои вчера здесь стиль был сейчас в лицо ветер мотор завелся самое главное что там ледок да все да хорош все нормально да куда красавчик я в нее цель ах не перезарядился чё 1 есть с полем у вас варит тройка заходит вон вон садись на меня на меня нет есть блин я думал поближе подойдут первый взял нырок нырковая готова все все прибьется да вот солнце начинает выходить утка потихоньку мотается а тоже так чучело сильно хорошо привлекает прям чучело отмены работает что найдет идет со стороны потом раз туда заходит красота а он кстати палатка центре генера вон палатка сразу же было несколько налетов вот все что успели взяли а потом также тишина стояли бесполезно к обеду собрались и решили идти и перед перед тем как уходить мой товарищ антон говорит давай попробуем поменять положение мотора я не помню как это называется эта штука сейчас покажу вот смотрите если такие четыре отверстия есть вот такая шпилька здесь она положение мотора меняет угол наклона и мы прям вот самую крайнюю поставили вот сюда вот самый край прям и случилось чудо лодка вышла на глис 27 километров в час была скорость то есть туда мы спускались по течению 2224 там максимум было оттуда против течения 27 она пошла просто надо было поменять угол наклона мотора и все думали нам бензина не хватит но когда скорость больше мы больше естественно расстояние по времени преодолели и и вот сегодня уже 4 декабря я вышел на рыбалку на своей моторной лодке также хочу попробовать половить хищника хищник сейчас активен то что вода температура воды падает еще больше хищник выходит я бы конечно с удовольствием сейчас лучше бы на жерлица половил на зимнюю рыбалку хочется но не судьба и прогноз на декабрь неутешительный морозов не будет скорее всего до января поэтому вот так вот буду ездить ходить на рыбалку на лодке осенняя рыбалка продолжается хотя уже календарная зима такой сезон у нас году вот он красавчик 1 хорош судачок но нормальный размер такой хороший можно брать схватил то хороший судачок начало положено красавчик порыбачил я на джиг сначала ушел на одну небольшую ямку там более-менее ветра не было под камышами но было много зацепов всего одного судака поймал и решил выходить на более крупную реку но там ветер такой волны наконец-то что-то вроде достойная а это щука я показал судак хороший так тихо тихо не сойдешь такая келошная щука наверное вот на них большую приманку попалась я думал судак хороший прям так билась конкретно а я вышел в общем на точку сейчас ветер конечно поднялся здесь но волна так принципе ловить можно вот такая красавица попалась вот эта поклевка вот эта поклевочка была щуки много кстати прям такой крупной нету чаще щука что ли щука вот опять небольшая щука таких уже пару отпустил я по какая красота их сейчас бы на жерличке хотя бы такую половить но нет все приманку разорвала и моя оба что-то конкретная попалась что-то попалась конкретная я опять приманки не экспериментировал крупную опять поставил и крючок огромный замок она атаковал несколько атак было вот так щука попалась я думал там что-то огромное вообще приманка неплохая щука кстати пойдет а кстати смотрите у него вот свежий порез на губе несколько так было может быть она сошла как раз за бок попалась судак был поклевки были частые несколько вот судаков поймал еще щуки щуки очень много было я не знаю штук 10 точно поймалось и не больше но в основном вся мелкая такой размер но в принципе такой можно брать от 32 сантиметров но я больше килограмм всегда беру то есть менее не беру ну кстати прям совсем мелких нету вот именно вот такое вот вот такое вот можно забирать по сути я уже говорил 32 сантиметра но блин совесть не позволяет сейчас наконец-то вышел отдохнуть на берег в затишку где ветра нету ну честно сказать такой джек мне не очень нравится стоишь вот это кидаешь кидаешь и рыбалка на джек она не такая интересная вот как объяснить то не знаю вот на воблеры поверхностные мне нравится ну на джек мне нравится когда жерех вот крупный клет что-то крупное это вот кидаешь кидаешь ну такая рыба на килограмм это ну блин клюет но вот заброс 15-20 наверное там раз поймай что-нибудь то поклевка ну сорвется что-нибудь в общем так себе и на эту щуку смотришь и думаешь блин как бы классно было ее половить на жерлице наконец-то но пока не получается пока только вот так вот вот смотрите самый крупный судачок потянул на кило 135 вот такие ловились это максимум щука может чуть больше но это принципе нормальный судак давно не выходили видео на канале давно хотел рассказать о ситуации с погодой и о том как я провел месяц вот наконец-то это сделал дальше не знаю что будет попробую наверное сазана половить ни разу в декабре не ловил сазанов ну конечно это будет на червя на жмых навряд ли уже будет клевать и попробую поохотиться не знаю что получится вообще не знаю по этой погоде не знаю что вам обещать в общем буду выходить по-любому куда-нибудь хочется выйти посмотреть на реку этот на джик не особо охота я больше люблю так на червя ловить либо зимой на жерлице это классно будем ждать зимы но в декабре скорее всего и не будет всем спасибо за просмотр не знаю было интересно или нет пока я домой да уж с тем годом 100 зимой не сравнить этот год том году в конце ноября как пошли морозы оба так они до конца марта практически были очень длинная зима была сейчас вот так вот тишина и спокойствие